Так, все, хорош И вуаля, ребят, вуаля Ребят, это у нас сигнализ, да Недавно я проходил сигнализ До конца его не прошел, но потом я вне стрима его прошел Я был в полном восторге В полном восторге Вот, и спидран такой же охренительный Ну вообще, как и само прохождение этой игры По одной простой причине Потому что я очень люблю классические сурвайл хорроры А эти два немца Да, игра сделана сегодня с двумя немцами Вот, сделали просто невероятно Они сделали нереальный шедевр По мне, это одна из лучших игр прошлого года, ребят Кто не играл в сигнализ Кто любит классические саленхилы Классические резидент иволы Обязательно к игре Вы нереально получите огромное, большое Такое, прибольшое удовольствие Вот, а сегодня мы разберем спидран, ребят Посмотрим мы концовку на мэмори эндинг На мэмори эндинг Тут, понятно, несколько концовок Есть одна секретная концовка, которая там решается с помощью ввода сигналов в нашу расу Блять, но это не суть Вот, и посмотрел на кэжуали На кэжуали По одной простой причине Потому что на самой минимальной сложности Тупо быстрее пробегать Ты, по крайней мере, просто меньше дэмэджа получаешь Вот, по количеству врагов разницы нет никакой И смотрите, ребят Рекорды ставятся один за другим Восемь дней назад всего поставили новый рекорд Восемь дней назад Чел под ником Лайтс С какой стороны? Хер пойми, с какой он стороны Вот, но мы будем смотреть его ран Вот А скипы тут присутствуют Очень, потому что Чё? Игра сделана на юнити Это инди Но она не выглядит как инди Она очень сильно выглядит Она выглядит как вот игрушка С первой плойки То есть, ну, графония Ну, и катсцены сделаны в стиле Аниме Киберпанка Там, я не знаю Призрак в доспехах Я не знаю Ну, короче Много на чё похоже Много на чё похоже Там Dead Space чем-то напоминает Вот, поэтому Я вам вкратце там Сполерить особо не буду Там Завязку сюжета расскажу Там все механики Расскажу Как загадки решаются Так далее Всё по ходу дела Вот Надеюсь, вам будет Очень интересно Вот, я потом Отдельно выложу И Точнее, отдельно вырежу Со стрима Разборчик И выложу на основной канал Окей Окей Ждём этих модов Для четвёртого ремейка Когда выйдет Да, да Эти моды 100% будут Упороты на Виллаж Который вот я сейчас стримил 100% Потому что один и тот же движок Рейнджин Так, подрубаем Подрубаем Сразу же товарищу Лайту Ставим лайк Лайкос Моментальный Лайкос Так, мировой рекорд 41 минута И 43 секунды, ребят Я эту игру, блять Я не знаю Часов 8, наверное, проходил По одной простой причине, ребят Но это далее Потому что Игра прекрасная Но у неё есть свои недостатки Позже я скажу, какие О, ну давайте подрубаем Ран Вот, спавнится наш Андроид За которого мы играем Реплик, так называемый Вот, спавнемся на корабле И сразу же Тут понятно Первая головоломка Она очень простая Тут просто нужно собрать Два предмета Это как её Разорванную пополам Карточку И изоленту И свалить с корабля Вот, параллельно решаем Головоломки Головоломки, естественно Раннер он все выучил Вот Но очень много головоломок Завязано на нашей рации Вот, чтобы вводить сигналы Нужные, чтобы определять Ключи Ещё, короче Очень много головоломок Чтобы Просто запоминать Какие кнопки тыкать Вот Очень много, кстати Головоломок Связано непосредственно С прочтением записок Ну как в классических Сайлентах Но здесь Некоторые головоломки Прямо жёстко Надо додумывать А некоторые головоломки Прямо вот без метода тыка Ты не решишь Вот И у меня тоже были проблемы Со стримом Так, вот здесь сразу же берём Забираем Изоленту Сразу же И мы забрали карточку Вот всё Теперь идём тупо к выходу То есть Сюжет такой Мы просыпаемся За андроида Наш корабль потерпел Крушение Хуй пойми Где находимся Нам надо съебаться Но завязка такая Что нам нужно Выпомнить какое-то обещание Кому-то мы там Что-то пообещали Надо что-то выполнить Вот И мы сейчас Отправим Так сказать Отправились Так сказать Выполнять То самое обещание Кого ещё Ни хрена не понятно Мы это будем узнавать Только по ходу сюжета По ходу сюжета Ребят Когда я прошёл Эту игру Я Такого чувства СПГСа Не испытывал Со времён Четвёртого Сайлентхила Когда он выходил Когда мы там все Обсуждали Уолтера Салливана Его Кошмарную реальность Его Сайлентхила И прочего Вот Потому что Здесь Очень много Игра Оставляет вопросы На которые приходится Додумывать самому И придумывать Какие-то либо теории Я обожаю Такие СПГСные игрухи Вот И Эти два прекрасных Немца Подарили Действительно Очень годные ощущения То есть Ты понимаете Ты когда проходишь игру У тебя нету чувства Пустоты Никакой То есть Игра задаёт тебе Такие Моральные Вопросы Вот Что ты потом То есть Такое впечатление Оставляет Что ты потом Как минимум Пару А то или Несколько часов Ты думаешь Только об этом О том самом бытие Которое вот тебе Продемонстрировала Данная игра Так Первая глава Синхронизация Всё Мы короче Подобрали книгу Всё Мы оказались На станции Теперь мы будем Активно решать Загадки Понятно Забираем сразу Скажу карточку Тут всё Маршруты Все заучены Всё очень просто Пока что Вот где-то тут В парочке коридоров Враги Спавниться не будут Враги Это чисто Калька Это кстати Сейврум Это сейврум у нас Враги Это чисто Калька Под Под Саленхилл Первый В смешку С третьим Потому что тут Есть медсёстры С топорами Вообще Очень много Врагов Которые напоминают Именно медсестёр Как ни странно Есть там Нагастые Ебаки Которые напоминают Монстра Слононогого Из третьего Салента То есть Прям Видно чем вдохновлялись Разрабы Видно чем Так Вот мы ещё одного Реплика встретили Вот Прикол в том То что Здешние враги Это тоже Бывшие реплики Реплики Это андроиды Наполинут Человек Наполовину Киборг И вот как раз Эти все Андроиды превратились В ебак Почему они превратились В ебак Хз вообще Хз вообще Вот Поэтому приходится Узнавать по ходу игры По ходу игры Наша сейчас Основная задача Спуститься на лифт Спуститься на лифте Но лифт нихуя не работает Вот Что мне нравится Здесь Все головоломки Такие масштабные Сделаны в 3D То есть Можно там Потыкать кнопочки Их там Как-то Что-то потрогать Попереворачивать Поизучать Позаимодействовать Как-то необычно Это прям вообще Лайк То есть Не просто Какой-то задник Обычный Да и вот тебе Картинка Вот этот предмет А ты прям Полноценно чувствуешь Этот предмет Вот То есть Мы забрали Сейчас ключ И здесь Вот как раз Первая загадка Решается по сути Методом тыка Вот Ну решается Она довольно-таки быстро То есть Тут Короче Головоломка Такая Что типа Ключа нет Вот У меня Взломщик замков Короче Ебись Вот Поебались Быстренько Открыли Недостатки Ребят Давайте скажу Про недостатки Что мне К сожалению Не особо зашло К сожалению В игре Очень много Бэктрекинга Очень много Бэктрекинга Вот Все из-за того Что у нас всего лишь Шесть слотов в инвентаре Как в первом резиденте У Криса Рейфилда Шесть слотов Но это конечно Здесь лором Объяснено Так Первый враг Ребят Медсестра Первая У врагов Враги себя ведут Здесь абсолютно Рандомно Но у них Короче Есть Можно сбрасывать Их Место спавна То есть Перед тем Как нам вернуться В комнату Где мы только что Убежали От врага Нужно подождать Хотя бы Секунд Пятнадцать Двадцать Потому что Если мы сразу Вернемся в эту комнату Ебака Сразу же будет ждать Нас у двери И просто Нас Надамажит Вот А когда нас Дамажит Ебака Это минус Две секунды Сразу же Так Тут мы встречаем Очередного Реплика Это Так сказать Лорный Персонаж С ним Можно общаться Можно не общаться Но мы идем На концовку Мемори Как она делается То есть Это самая Быстрая Концовка Во-первых Тут надо Монстров Не убивать От слова Совсем Во-вторых По-моему Надо пройти Всю игру Без оружия Ребят Прикиньте Без оружия Блять Вообще Ни в кого Не стрелять То есть Каждого врага Можно дольше Почему? Потому что Здесь в игре Предусмотрен Стелс То есть Изначально Когда мы Заходим В комнату Враги Не сразу На нас Агрятся Они нас Не видят То есть У них Есть определенное Поле зрения Типа Как в Металгире Потому что Здесь Видите Вид сверху И это Как раз Жесткая Отсылка К Металгиру И здесь Именно Вот этот Стелс С монстрами Он По сути И есть Как в Металгире Вот То когда мы Уже близко Слишком Подходим Нас Палит Вот Еще Как нас Могут Спалить Понятно Фонарик Но фонарик Мы найдем Только во второй Главе Далее Далее Еще тут Очень важный Момент Если мы Быстро Бегаем Шаги Сразу же Нас Слышат Медсестры Подходят Начинают Нас Ебать Вот Поэтому Когда мы Проходим Рядом С врагом Мы идем Шагом Чтобы Был Небольшой Шанс Что мы Не Сагрим Так Вот Мы Собрали Две Половинки Ключа Открываем Шкатулку Забираем Первый Вот Тут уже Какая-то Уретро Появляется Вот И у нас Короче Такая Вот Интересная Херня Нас Телепортируют В чей-то Разум Мы сейчас В чем-то Разуме И мы Заберем Сейчас Отсюда Квестовый Примет Я так И не Понял Потому Что Мы сейчас Заберем Квестовый Предмет Квестовый Предмет Вот И он Кажется В нашем Инвентаре Вот Хотя Здесь Сейчас Другой Персонаж Вот От первого Яйца Играет Вот Вот Смотрите Мы Подобрали Наконец-таки Радио Теперь У нас Все Головоломки Будут Завязаны С радио Наш Вот Мы Выставляем Нужную Частоту Сигнала И Будем Открывать Определенные Замки И Очень Много Загадок Здесь Связано Непосредственно С этим Радио И Чтобы Открыть Секретную Концовку Тоже Там По-моему Штук Шесть Кодов Надо Найти Чтобы Потом Вести В определенном Порядке Смотрите Он Бежит Далее Он По пути Сразу Врубает Радио И Переключает Нужную Частоту Потому Что Все Коды Он Зазубрил Все Коды И Смотрите На Определенных Замках На Определенных Замках Вот Там Какой 2 5 3 4 Блядь Все У тебя Всегда Будет Каждый Раут 2 5 3 4 А На Некоторых Нет Приходится Смотреть В радио Там Тебе Показывают Определенную Цифру Рандомную Вот Как-то Так То есть Доля Рандома В загадках Все равно Присутствует Хотя Большинство Так Опа Первая Тычка Ребят Первая Тычка Так Он сразу же Бежит И Переключает Радиостанцию На Сколько На 240 На 240 То есть Мы подобрали Ключ Теперь нам Ключ Карту Спускаемся На Третий Этаж На Третий Этаж Все остальные Этажи Не работают Работают только Второй Первый Второй Третий Пока Вот Нам нужно На Жопу Я там Тоже По скринам Во всех Ракурсах Разглядел Сюжет Как в Соме Нет Никак В Соме Вообще Это Реально Чисто Салихилющина Сюжет Прям Вообще Полным Полном Мистики Полным Полном Мистики Так Ну тут Понятно Тут по скрипту Лифт У нас Вырубается Питание И Включается Автоматический Генератор Мы оказались На третьем этаже Третий этаж Ребят Тут Уже Начинается Жопа Боль В плане Того Что Здесь Головоломки Невероятно Запутанные Когда Ты Проходишь Здесь Первый Раз Я Помню Тут Блядь На Несколько Часов Застрял Нам Нужно Найти 5 Ключ Карт 5 Ключ Карт Вставляем Открываем Деремся С боссом Вот Ну здесь Короче Нереально Жесткий Маршрут Вот Первый Минус Как раз Ребят Жесткий Бэктрекинг Потому что У нас Не хватает Инвентаря 6 слотов Но здесь Кстати Если Усугубляться В спгфщину Вот Я кстати Вот этой Головоломки Долго сидел Блядь Эту воду Переливал Вот Тут Решение Должно быть В одной Стороне 500 В другой Короче Поровну В а и б Должно быть В холбах Здесь Зациклено Все на числе 6 Потому что Как адская Хуйня происходит И тому подобное Поэтому там Лором Объясено Что Предметов в инфаре Еще там В записках Указывается У кого там Любимое число 6 Еще что-то Короче Здесь число 6 Реально Отсылает К дьяволу Вот это Кстати Вообще Люто повезло Что его Ебак Сейчас не ударило Да Кстати Он еще Все равно Играет на Козуале Враги Менее Агрессивные Но все равно Все равно Могут ударить Так Вот Забирает Первую ключ Карту Эту ключ Карту Мы будем Потом вводить В компьютере Нужный Символ нам Вычертить Надо На этой Ключ Карте Так Все Открываем Дверь Поднимаемся Возвращаемся Снова На первый Этаж Так Идем Изучать Восточную Часть Еще Ребят Механики Драг С врагами Если вы первый раз Будете играть Врагов Ты не убьешь То есть Ты постреляешь Он упадет Он через некоторое время Проснется Здесь точно Такая же Механика Как в первом Резиденте Врагов Надо сжигать Позже Мы найдем Файр Так Первый скип Ребят Вот Первый скип В игре Смотрите 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 Ребят Внимательно Это Не забываем Бежок Юнити Вот как раз С помощью Вот этого Глича Будут происходить Очень многие Скипы Этот скип Помогает Дожить Комнаты С большим Количеством Врагов Потому что Здесь будет Комната Которая Реально Очень сложно Задожить Врагов Там буквально На квадратный Сантиметр Блять Там Две Три штуки Стоят Ебак И вот как раз С помощью Этого Глича Мы будем Прогружать Соседнюю Локацию И выходить В следующую Локу То есть пропуская Коридор с врагами Смотрите Что он делает Он короче Гличит Подобранный Предмет Он берет Предмет В инвентаре Его гличит Вот смотрите Видите У него появилась Надпись Yes No Типа Он короче Юзает Видеокассету Короче Нужно Заюзать Юзабельный Предмет Вот Объяснюсь так То есть вот допустим Здесь надо Заюзать Кассету Юзаем Кассету Но при этом Мы В момент Когда у нас Появляется Надпись Yes No Нужно Выйти С меню И вот Как раз Уже Происходит Бак То есть Мы можем Уходить В out of Bounce Уходить В соседнюю Локацию И соседняя Локация Будет Не прогружаться Потому что Игра Будет думать Что мы Еще находимся До сих пор В инвентаре Вот такой Крутой Скип Нашли Ребят Ну Не забываем Это движок Юнити Может Но пока что Еще не пофиксили Этот баг Разработчики Но мне кажется Пофиксят Потому что Игру еще будут Поддерживать Очень долгое время Она вышла Ну Месяц назад Чуть больше Месяца назад В конце ноября Вот То есть Получается У нас Вот эта надпись То есть Игра думает Что мы До сих пор То есть У нас Врубает А Смотрите Он зашел В локацию Смотрите Он зашел в локацию Еще нажал Yes То есть Завязать ракету У нас Врубается Катсцена Еще раз Ребят То есть Очень много Кличей Будет завязано Вот именно На вот этом Баге Баге с инвентарем Для того Чтобы Пропускать Локации С врагами То есть Врубается Катсцена И заметьте Вот видите Он здесь сейчас Ходит Он ходит В катсцене Вот появилась Иконка Использования Двери Видите Он пошел Когда идет Катсцена Когда катсцена Он в этот момент Идет Блять То есть Он идет Все Понимаете В чем прикол У нас Это катсцена Сюжетная Нужно сейчас Подойти И забрать Там ключ Карту Который Потом Подоявится В нашем Интере А он Короче Уже Пока идет Катсцена Он уже Короче Скипнул Локу С врагами И пошел В другую Комнату Где лежит Квестовый Предмет То есть Ебать Сколько Времени Сэкономил Прям вообще Круто Крутой Скип То есть Тут Тут Как раз Появляется Та самая Девушка Которую Мы ищем По сюжету Я не буду Вам Ребят Спойлерить Особо То есть Я вам Завязку Рассказал Вот Поиграйте Сами Так Я вот Тоже Здесь На вот Этом Сейве Тоже Я запарился Но Все Подсказки Есть И тут Реально Головоломки Очень крутые Вот этот Глаз Можно Не брать Это Оказывается Просто Камера Для фотомода Вот Он опять Короче Ломает С помощью Инвентаря Смотрите Он Теперь Сейчас Другим Способом Сделал Забрал Забрал Ключ Карту Подходит Юзает Когда он Открывает Дверь Он заходит В инвентарь Выключает И снова Он Короче Он должен Поймать Тайминг Вот Когда он Уже Оказался В следующей Локации И с помощью Инвентаря Инвентаря Уже Отменяет Спаум Комнаты Вот видите Как он легко Доджит Врагов Блин Охрененный Просто Скип Надо кстати Попробовать Он кстати Делается Не сложно Там просто Буквально Там Там большой Промежуток Чтобы попасть В кадр Здесь понятно Оставляем Пустую карту И здесь Рисуем узор То есть еще Одна карточка У нас готова Перед Дракой с боссом Вот И Благодаря Этому Благодаря Этому Будет Одна Очень Противная Локация Которая мне Она Это Локация Чисто Ксерокопия Первого Саленхила Вот Вот Но Она К сожалению Сюжет Никак Не Продвигает Игру Вообще То есть Что она есть Что ее нет Чисто Локация Чтоб Попугаться И все О кстати Отличный Дош Шикарный Помните Кстати Вот кто был На моем стриме У меня здесь Баг Случился Я когда Решал Головоломку С этой Как ее С этой Печкой И меня Короче Так Вот Мы взяли Фаеры Ребят Будет Очень крутой Игрич с Фаерами Тоже Потом Им покажу Я короче Вот здесь Стоял Заюзал Короче Вот этот Щиток Открывается Дверца И меня Короче Вот здесь Вот стенки Запирает И я выйти Не могу Так Ну здесь Понятно Здесь Головоломка Такая Что здесь Нужно Выставить Нужную Температуру Чтобы Прогрела Нам Ключ Карту Вот И мы Ее Забрали Опять То же Самое Он Врубает Когда он Подбирает Квестовый Предмет У него До сих пор Остается Иконка Ну там Есноу Да Вот это Вот Блядь И он Спокойно Уходит В комнату Следующую Локация Прогружается И он Спокойно Съебывается Вот Видите Враги Его вообще Даже Не замечают Он уже Хоп Ушел Шикарно Шикарно Это Кстати Глич Очень Сильно Похож Кто там Что там За дэди Злой Спасибо большое Что на Троу Там Эли кидаешь Но На Троу Уже нету Никакого смысла Я С Троу Скоро Уйду Поэтому На ютубчике Смотрите Ребят На ютубчике Либо на ВК Плее Две Платформы У меня Будет Так Понятно Все Сколько У него Еще Ключи По-моему Еще Один Ключ Остался Если Не Изменяет Или Все Собрал Да Да Еще Один Ключ Походу У него Остался Так Он Сразу Бежит И На бегу Ставит На радио Нужную Частоту Да Да Вот Он Сейчас Короче Берет Гаечный Ключ Соединяет Гаечный Ключ И пошел За еще Одной Картой Вот Здесь Кстати Сейчас Будет Опасный Момент То есть Он Снова Будет Спускаться В подвал И там Будут Спавниться Кучу Ебак Слононогих Эти Монстры Копия Просто Монстров Повезло Что просто Монстр Не согрелся Да Вот И вот Здесь Из-под полы Начинают Вылазить Эти Монстры И Откручивает Короче Последнюю Ключ Карту Вроде Как Последнюю По-моему Да Пятая Блин Ну как Классно Анимации Сделано Вот Это Чего-то Доставание Так Вот Он Опять Короче Багает Меню И Пропускает Локацию Чтобы Просто Его Не Надамажили Потому что Здесь Очень Сложно Их Задолжить Тут По-любому Придется Стрелять Опа Вот Видите Рандом Минус Секунда Так Ну По Сегментам По Сегментам Че Он Пока Что Минус Семь Секунд Выигрывает Ну Понятно Видите Тычки Рандомные Тут Гриндить И Гриндить Ребят Все Так Все Оставляется Карточки И драка С боссом Потом Этот Рандских Локациях Там Вот Этих Подземельях Которых Мы Там Будем Шарахт Вот Так Приходит Разочарование Ну Че Теперь Платформа Мертва К сожалению Я Ничего Не Могу Поделать Так Вот Босс Заспавнился Это Точно Такой Же Реплик Как И Мы Просто Он В Гидроскафандре Блять Усиленном Так Все Он Скипает Быстро Катсцены Вы Не Словите Еще раз Ребят Скажу Рекомендую Вам пройти Если Вы Любите Сайлент Хилы И Резиденты Классические Вам Очень Сильно Понравится Вот Для Меня Здесь Четыре Игры Смешалось Конкретно Это Сайлент Хил Резидент Ивол Метал Гир И Аниме Призрак Доспехах Вот Так Забирает Сразу Ключ Карту То есть Мы Сейчас Оказались На Минус Пятом Монтаже То есть Здесь У нас Сейчас Наоборот Мы Снизу Вверх Должны Подняться То есть Мы Сейчас Вообще В цоколе Оказались Эта Локация Пиздец Какая Запутанная Я тут Тоже Часами Блуждал Потому что Тут Запутаться Очень Просто Я Как раз На своем Стриме Остановился На этой Локе Я просто Не знал Куда Мне Ти Так Он Сразу Короче Ломает И Просто Проходит Здесь Сквозь Стенку Так Тут Очень Много Ебак Прям Очень Много Так У нас Успамится Иса Сразу Сваливает То есть У нас Задача Сейчас Здесь Ну Выбраться Отсюда Грубо говоря Так Вот Еще По Механикам Ребят Здесь Можно Врагов Толкать Ну Это Короче Отсылка К третьему Резиденту В третьем Резиденте Тоже Можно Толкать Врагов И Можно Их Доджить Но Здесь Можно Только Толкать Но Еще Тут Механики Самообороны Тут Есть Электрошокеры Блять Фаерами Можно Как раз Врагов Поджигать Кстати Фаером Можно Врагов Поджигать Даже Не Стреляя В него И На этом Будет Скоро Завязан Один Это Самое Можно Короче Для чего Нужен Фонарик Чтобы Пройти В темных Местах Вот Но С помощью Глича И С помощью Это Как ее Шашки Вот Этой Блять Светящейся Да Можно Короче Загличить Загличить Локацию Где Нужно Использовать Свет И тем Самым От этой Шашки Будет Исходить Свет И мы Сможем Некоторые Локи Просачиваться Тоже Очень крутой Скип Но для Этого Нам Нужен Враг Так Мы Завязали Короче Сейчас Предохранитель Активировали Лифты Очень Нужны Лифты Эти Лифты Открывают Нам Дикий Шорткат Так Здесь Три Ебаки В темноте Видите Вот Мы Вот Это Сейчас Скип Мы Как раз Вот Сейчас Подожгли На долю Секунду Появился Свет И мы Зашли В комнату А без Фонарика Мы Сейчас Бы Просто Не Смогли Бы Заюзать Дверь Персонаж Бы Наш Говорил Что Мы Просто Не Видим Куда Кнопки Жать Вот И Вот Такие Крутые Лифты Сейчас Появились Через Которые Мы Можем Люто Широебиться В разные Стороны Пожел Голосик Здорово Привет Нет У нас Сейчас Разбор Спидрана Уже В деревню Поиграли Поугарали Отдельно Потом На канал Выложу Потому Что Я Очень Хотел Сделать Разбор Спидрана По Сигналисту Это Очень Крутая Игра Так Сразу Жюзаем Ручку Которую Мы Нашли Которую С помощью Клича Завязали В темной Комнате И Забираем Еще Одну Карту Бэктрекинга Здесь Очень Много Даже Кот Вероника Б Позавидовал Здешнему Бэктрекингу Нереально Очень Много Кучу Карту Ключ Внутри Так Появились Очень Противные Ебаки Которые Тебе Спавнят На экран Всякую Хиробору Вот Это Лютая Отсылка Сразу К Салехилу К монстрам Из лестницы Якова С трясущимися Башками Да Все мы Это Поняли Ооо Их Можно Особо Не бояться Они Особо Не Дамаживают Быстренько Забежали То есть Забрали Предмет И Съебались С комнаты Но Есть Места Где Заспавнятся Эти Ебаки И Спавнятся 1500 Врагов Блять Вот И там Уже Приходится Как Они Это Самое Убиваются Эти Монстры На экране Появляется Нужная Частота Нужно Зайти В Инвентарь Вести Нужную Частоту Тогда Ты Этих Монстров Убьешь Которую Тебе На экран Всякую Хиробору Вот Этот Вот Это Ванна Очень Опас Так Вот Здесь Опять Сейчас Тоже Этот Ски Будет Использоваться То есть Мы Фонарик Не Подобрали До сих Пор Вот Здесь Короче Стоем В угол Ждем Пока К нам Сейчас Подойдет Ебака Мы Оттолкнем Ебаку И одновременно Подожгем Вот Поджигаем И Вуаля Мы Сможем Заходить В двери Так И здесь Снова У нас Изолента Забираем Изолента Нам Опять Понадобится Так Снова Короче Он Теперь Что Смотрите Ребят Заметили Чтобы Вернуться Обратно Потому Что Фонарик Это У него Нет Чтобы Вернуться В предыдущую Локацию Он Снова Использует Глич С инвентарем Пропуская Целую Локацию То есть Не получает Дэмэджа От Медсестер И Проходит Дальше В локацию Все Четко Сделано Все Круто А я Думаю Отсылка Когда Заходишь На сторонние Сайты Там Вылезает Да 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 Трояны Когда Ловишь Ага Так Сразу Ой Отличный Дождь Шикарный Дождь Заметьте Он Ходит Без Пистолета Блядь И вы Кстати Еще заметили Ребят Я вам Совсем Забыл Сказать Вот Быстренько Перемотаю На драку С боссом Я просто Заговорился Где там У нас Так Тут какая 21 минуту Уже Посмотрели Где у нас Была Драка С боссом Драка Драка С боссом Мы С боссом Короче Смотрите Я вам Забыл Совсем Хуйню Показать Где там У нас Босс 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 Драка С боссом Я понимаю Где босс Та Тайм 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 Вот Еще раз Ребят Драка С боссом Забыл вам Совсем Рассказать Очень важно Босса Можно Ваншот На него Не нужно Тратить 1500 Патрон Как я Это Делал Всего Лишь Одну Шашку На него Юзануть Прикиньте Я вам Забыл Совсем Это Показать Это Просто Охуительный Скип Нашли То есть Также В упор Подходишь Вот к этому Жирничу И просто Его поджигаешь Прикиньте Он ваншотается Охереть Ребят Вот Единственный Момент Который Я вам Упустил Так Все Возвращаемся Так Головоломка С радиостанции Нужно ставить Нужную Кассету Эта Кассета Не влазит Эту Кассету Нужно Немножко Перекрутить Изоленту Изоленту Мы нашли Потом Накручиваем Изоленту Чтобы она По размеру Заходила Оставляем Настраиваемся На нужную Частоту Узнаем Код И идем Далее Вот так Сара Эх Пойду Посплю Немного Добрый Да Спокойной Ночи В повторе Посмотришь Так Его надамажили Очень люто Видите Он в каушене Бегает Им нужно Завязать Хотя бы Хилочку Одну Конечно Скорость Бега От этого Не теряется Вот Но все же Еще пару Тысячек Он может Сдохнуть Так Находим Еще одного Реплика У этого Реплика Мы забираем Ключ Очередной То есть На вот этой Радиостанции Мы настроились На радиоволну Чтобы играла Музычка С этой Музычкой Мы приходим Короче К этой тянке Лежащей Которая В руках Колбу Держит И тогда Колба Откроется Потому что У нас Будет играть Тот звук Который Вот Эта тянка Любила По сюжету Вот Тогда у нас Дверь Дверь Колба Откроется Прикольная Головоломка Прикольная Так Забираем Еще одну То есть Зашли в комнату Там понятно Читаем записки Изучаем лор Весь сюжет Весь Все хитросплетения Весь мозговой штурм Дается чисто Через записки Поэтому Когда будете играть Записки Читайте Все ребят Там очень много Полезного И очень важно Чтобы вы просто Поняли Здешний сюжет Так Ну понятно Вязаем Еще один ключ Забираем Убегаем И вот Как раз Мы находим Фонарик Вот только Сейчас Ребят Мы находим Фонарик А мы уже Кучу лок С помощью Гличей Прочекали Без фонарика Понимаете То есть Мы сначала Идем туда Забираем Фонарик А только Потом По всем Комнатам Шароебимся И следуем Понимаете Какой Скип То есть Полностью Все в обратном Порядке Мы сделали Вот Ребят Начинается Самая Противная Локация В игре Это Вторая Глава Вторая Глава Почему Противная По мне Не Она сделана Круто Она Саспенсная Она Пугающая Интригующая И так далее Но она Никак Не двигает Сюжет От слова Совсем Вот Что Есть Это Локация Что ее нет Там Практически Никаких Записок Мы не встречаем Ничего Вообще То есть Это Локация Тупо С еще Большим Количеством Ключей Головоломок Там Всякими Кольцами И прочим И прочим Калумбли Вот И там Реально Вот Бэктрекинг Просто Выводится В абсолют Эту Локацию Вот Хотя бы Разбай Какими Сюжетными Моментами И парочку Каких-нибудь Вот Душных Головоломок Убрать Было бы 10 и 10 А так Ну не знаю Локация На шестерочку Но сделано Стильно Красиво Реально Ощущается Первый Тире Третий Сайлент Хилл Вот Сейчас мы Как раз В эти шахты Спускаемся Потому что Всю правду Всю правду Мы узнаем В этих шахтах Но сперва Это вторая глава Вот Поэтому Пиздец И тут будет Ребят Еще один Лютый сюрприз Который меня Поджидал Я вообще Охуел Еще Я чуть попозже Скажу Почему Я был В ахуе От этой второй Локации Когда мы Ее пройдем Вы узнаете Почему Так Здесь спаунится Очень много Монстров Усиленных Тут Медсестры С щитами И так далее Просто бежим И вот здесь Сейчас в этой локе Тоже они заспаунятся Но здесь заспаунится Еще босс Вот нам нужно Короче Открыть Люк Туда спуститься И здесь заспаунился Куча медсестер И он Заспаунился Опять босс Боссы Теперь вот эти Которые Которого мы убили В принципе В первой главе В конце первой главы Они теперь будут здесь Рядовыми врагами Они будут активно Спауниться в коридорах Драться с ними Драться с ними Нет никакого Смысла Отсово Совсем Ты тупо Будешь тратить на них Патроны Если Понимаете Тут есть концовка Где нужно убить Определенное количество Монстров Типа как в третьем Сайлентхиле То есть в третьем Сайлентхиле Мы там получали Плохую концовку Когда нужно было Убить определенное Количество монстров Чтобы получить Определенное количество Очков плохой репутации Здесь примерно То же самое Примерно то же самое Так вот Мы спускаемся В ебеня То есть сейчас У нас опять Локация От первого лица Здесь смотрите Как она интересно Скипается Тут нам нужно Провести Некоторое количество Времени в этой локации Походить Почитать Прочитать все записки Надо здесь Здесь их по-моему Штук пять Этих записок Вот Но смотрите Что делает раннер Раннер Раннеры здесь Нашли Короче скип Вот здесь Короче у нас Поломанная коллизия И здесь мы тупо Поднимаемся в гору Ребят Вот такой скип Сейчас мы залезем В гору И мы сразу же Войдем в триггер И пропустим Эту локацию И нам не нужно Тут 1500 лет Торчать На На этом пляжу Блять Вот И Тем самым Лока пропускаем Крутой скип Очень крутой скип Да Какой-то даггерфолл получается Вот, и сейчас мы дойдем до определенного триггера Спускаемся И сейчас нас должно Так, все И заканчивается на этом Касс-сценах Все, скипнули ее успешно, не читая 1500 лет записки Вот, это локация Ребят, нигде Реально, она так и называется, нигде По одной простой причине Потому что здесь нету карты Так, вот здесь вот появляются вот эти вот Слононогие товарищи и босс Так, здесь тоже Куча врагов И здесь вот нам нужно обязательно завязать фонарик Чтобы забрать первое кольцо Нам нужно сейчас найти три кольца Вот, и кучу ключей Нам нужно, короче, вставить пять медальонов Так, и вот видите Здесь вот эти ебаки, которые тебе Ломают экран Ну здесь понятно, здесь аккуратненько их быстренько доджим Но надо это делать все быстро, а то они тебе все-таки С периодичностью наносят урон Так, забираем лом Вот, и здесь очень много дверей Очень много дверей Которые завязаны на кнопочной головоломке Нужно запоминать комбинацию клавиш Комбинацию клавиш Мы там потом найдем отдельно радио На этом радио мы будем находить нужные частоты И нам эти частоты будут выдавать нужные комбинации А, тут целых шесть Шесть табличек надо найти Три кольца, ребята, и шесть табличек Это все без карты Вот это вот уретро посередине В которую можно прыгнуть Понимаете, так, нашли сразу же второе кольцо Вот здесь у него все посчитано Вот каждый чих посчитан Каждый шаг Так, босс файт, ребят Нам нужно вот эту изу Вот эта иза, это, короче, копия Анжела Орска, ребят Из Саленхила 2 Вы потом поймете, почему Смотрите, как он легко убивается Тоже мы без оружия У нас всего лишь фаер в руках, да То есть мы подходим Поджигаем вот эту ебаку Потом, короче, иза встает И добивает ее с дробовика Вот такой весь босс файт Просто охренеть То есть нам не нужно не тратить патроны Ничего Поэкономили чуть-чуть этих фаеров Подожгли пукан врагу И все Так, теперь нам основная задача сейчас Разбудить Ису Не знаю, я не помню Будет сейчас раннер это делать или нет Но нам нужно ее разбудить По одной простой причине Там найти нашатырь Потому что она сейчас без сознания Под ее жопой валяется Очень мощный дробовик Который нам понадобится в босс файте Скорее всего он будет забирать Вот этот момент я не помню И вот как раз вот в этих коридорах Пройти с до противных Будет спамиться Очень много врагов Прям очень много Смотрите, ребят Я вам забыл совсем сказать Блять Он сделал сейчас них Просто охрененный скип Который экономит, наверное, минут 10 Я вам забыл сказать Помимо колец Трех колец Которых здесь надо найти И шесть печатей То есть мы вот здесь вот Понятно Одна из шести печати лежит Нам нужно собрать матрешку Матрешка собирается Из трех частей Эту матрешку Нам нужно поставить Как раз на вот этот Тамбурс, блять На вот эту херню Если мы просто заберем Вот эту печать То за нами закроется дверь И мы не выйдем Вот И на место этой печати Нужно как раз поставить Вот эту трехэтапную матрешку Почему из трехэтапов? Потому что она по весу Должна Вот эти створки Ворот раздвигать Получается Он с помощью Вот этого глича С помощью Глича Инвентаря Он просто Скипнул Анимацию Закрытия дверей И спокойно вышел Охереть, да? Ему не нужно Собирать вот эту Сраную матрешку, блять То есть Понимаете Здесь Три кольца Шесть табличек И три части матрешки Понимаете Сколько здесь Квестовых айтемов? Ебануться просто И не забываем Бэктрекинг Он будет скидывать Активно предметы Предметов Очень много Мы таскаем То есть Сами понимаете То есть Еще Циферка шесть Шесть печатей Шесть квестовых айтемов Три кольца И три матрешки Блять Три части матрешки Уже шесть 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 Ребят Понимаете Вот еще одна Печать Вот здесь Локация Ребят с лабиринтом Смотрите Здесь Вообще В оригинале Как этот лабиринт Проходится Нужно Фонариком Светить Просто светить Перед собой Путь Куда ты идешь И Спавнится Короче Вот такая Колючая проволока Если ты пройдешь Через нее Получаешь естественно Дамагу Вот Но когда ты светишь На нее Она активно проявляется С помощью фонарика И ты можешь Короче себе Обойти Там Сопоставить маршрут Ну не забываем В этом лабиринте Очень много монстров Спавнится Очень много Ебак Поэтому что делаем Запасаемся хилкой Блять И просто идем На пролом И забираем печать Блять Вот и все Вот он сразу же Подбирает здесь хилку Просто проходит насквозь Забирает печать Опять получает Дамагу И забирает Обязательно Ключ Этот ключ Нам понадобится Чтобы потом Там Последнее кольцо Достать И просто идет Напрямик И все Как там чокотубик Да нормально Александр Здорово Братишка Приветствую тебя С прошедшим тебя Праздник Праздниками Вот Разбор сигнализ Кстати Хороший додж Хороший додж Не торопясь Так Все Он бежит Короче Юзать ключ Так Он открыл Дверь с обратной стороны И бежит Вот сюда Так Мы подобрали Короче Свечку Теремониальную И забираем еще одну печать Это уже четвертая печать Вроде как Да Вроде четвертая Осталось по-моему Две Если мне память не изменяет Да То есть Осталось вот ключ Да Там одна И когда мы ставим кольца Получим последнюю Так Вот Мы короче Тут в ванной с кровью Ванной Ванной с кровью Очень такая жуткая Лока Вот здесь вот подвал Тут куча монстров Очень много монстров Так Он по-моему Сейчас бежит за наш трем Или нет А Он по-моему Идет юзать кольца Да Да Ну понятно Тут запомнили Да Идет вроде кольца юзать А Он уже подобрал Так Он здесь скипает Ребят Так же скипнул А Почему он здесь скипнул В этом коридоре Длин Длинном Еще раз Вот я чуть назад Мотну Здесь спавнятся Две ебаки Которые тебя блочат Их никак не пропустить Их либо толкать Либо тычки получать Поэтому он снова Использует Глич с помощью инвентаря И скипает Короче Всю эту хуйню И пробегает И вот как раз Вот у нас Женщина с кольцами Головоломка Головоломка Спиженная Один в один Саленхилла 2 Когда мы так же находим Два кольца Чтобы открыть дверь Это вот прям вот Чистая Отсылка К Саленхилл 2 Так же вот это Дева На которую нужно надеть Три кольца Надевается Сначала Что Мизинец Безымянный Фак Пропускается И Указательный И забираем Табличку Так Будет он сделать Здесь скип Или не будет Да Нет Здесь он уже Конечно не сможет Сделать скип А Ну здесь их Проще задоджить Видите Потому что здесь Они рассосались уже Если бы мы здесь Пошли бы Они потом уже Просто уже Пошли бы к нам На встречу И нас бы уже Блочили Так Забираем Это как его Оставшиеся таблички Идет он Езать теперь Езать ключ Забирать последнюю Табличку И идет Это как его Открывать Финальную дверь Так Очередной Лабиринт Где мы Получаем Дэмэдж Тут таких Лабиринта Два Ребят Вот Забирает Последнюю Табличку Потому что Ключик Мы завязали Опа Рандомная Тычка Не повезло Ему придется В любом случае Одну хилку Где-то искать Ну хилок Понятно Тут С балансом Кстати В плане Снаряжения Вообще Все ок Я даже На сложном Играл Ресурсов Хватает Если грамотно Их использовать Грамотно Дожить врагов Ресурсов Тебе до конца Игрей Хватит Так Все Вставляем Все таблички Идем Далее Спасибо Спасибо Тебя Да пожалуйста Че Раз что Ты зашел Давно Не заходил Как раз На разбор Спидранчика Зашел И че У нас Тут И че У нас Тут Ребят И на этом Моменте Я Ребят Охуел Знаете Почему Потому что Это концовка Нам показали Концовку То здесь Наш персонаж Умирает И все И типа Начать сначала Я такой Че Это вся игра Оказывается Нет Надо просто Снова Начать Нажать Новая игра И мы Начнем Третью главу Ребят Прикиньте Как они Сделали Как они Наебали Народ Эти два Немца Типа Ты ходишь По душной Локации Где тебе Не рассказывается Вообще Никакой Крупицы Сюжета Ты Сука Просто Дохнешь Доходишь До конца Локи Умираешь Блять И все Гейм овер Ебать У меня Так очко Огорнуло Я думаю Че Это все Что ли Я подумал DLC Какую-то Ждать Думаю Я не поверю Нажать Новая игра И типа О все Продолжить Нормально Все хорошо Короче Здесь немцы Наебали Всех Они сделали Просто Охренительный Ход Ну реально В сторону Кодзимовщины Пошли Реально Ломание Четвертой стены Это лайк Гитлора Да Да Так Ну понятно Тут Какая херня Нам нужно Прочекать Все помещения То есть мы Просыпаемся То есть мы сейчас В космосе летим То есть это Мы галюны лоим Вот мы теперь Очухиваемся То есть мы все таки Мы сейчас Без одной руки Ранены Очухнулись То есть мы Вот в этом Во сне Прочекали Короче Все помещения Вот Мы нашли Короче Свою копию Свою реплика И надели Бронежилет Наконец-таки И приделали себе Новую руку Потому что мы же Все таки Киборг Убийца И прыгаем Ребят В нигде В очередное Вот Опять короче У нас появляется Локация С берегом С пляжем Тут просто Точно так же Скипается Тут просто Нужно пройти До лодки То есть до конца Пляжа Тут даже записки Читать не обязательно Просто проходишь До лодки И врубается Все Теперь ребят Мы снова Оказываемся В нашем комплексе Который мы были В самом начале игры Но теперь Это адский Комплекс Адский Это знаете Это вот Чисто вот Альтернативная Реальность И Сталин Хилла Вырвалась наружу Блядь Все Как будто постаралась Олеса Вот Но здесь Кое-какая другая Девочка постаралась Которую мы Обещания дали Но я не буду У вас полерить Вы сами Все пройдете Бомбический сюжет Вот Теперь Вот этот самый Комплекс По которому Мы в начале Игры шарахались Он стал Адским Нереально Круто преобразился Монстров стало Тысячу раз Больше Блядь Вот Поэтому Глич С инвентарем С пропуском Локации Будем юзать Намного активнее Так Он обязательно Юзает фонарик Потому что Во многих местах Нужно его юзать Соответственно Чтобы просто Открыть дверь Потому что Некоторые места Мне подсвечиваются И тебе Главный Наш реплик Говорит Что типа А давай-ка ты Фонарик-то Заюзай Товарищ Так То же самое Все Возвращаемся В тот же самый Короче Кабинет Где мы были В самом начале Игры Чтобы забрать Первую Ключ-карту Тот же Самый Пин-код От этого Сейва Забираем Ключ-карту Так Все Видите Как темно В коридорах Пиздец Кромешная Отворится И здесь У нас Нужно Решить Глобальную Головоломку Чтобы попасть В кабинет Один Подблочили Подблочили Его чуть-чуть Видите Тут очень много Усильных монстров Вот И снова Прыгаем В клоаку С плеврой Я не знаю С хернью Какой-то Хаймей Приветствую Такого Никогда А Не было Никогда Это просто По умолчанию Гениально Ну Если ты Просигналист Я с тобой Согласен Мне игрушка Очень понравилась Я давно Такого удовольствия От сурвайв Хоррора Не получал Потому что Он в духе Классических Сайлентов И резидентов А я обожаю Эти игры Так Тут у нас Ребят Самые сложные Головоломки В игре То есть Мы на очередном Уровне комплекса Наша задача Решить головоломку В холле Правильно Расставить планета Чтобы это Сделать Нам нужно И с радиопланетой Решить Кучу ключей Найти И там Эти какие Вот Вентили Хуентили Врагов Куча Ну как раз Уже в третьей главе Здесь Нам В записках По максимуму Отвечают На все Поставленные вопросы Вот Конечно не на все Потому что СПГС Никто не отменял Ну по крайней мере Разобраться Понять Что вообще Здесь происходит И где мы Находимся Нам Игра Уже дает Уже с этой Головоломка Вот посередке Вот эта головоломка Которую нам надо Решить С планетами Вот И здесь мы Активно сейчас Будем бегать Мы там И в холодильниках Побываем И в дыры Также попрыгаем Как Джеймс Сандерл Ну что только не пойдем Там мы окажемся Так вот Нам нужно сейчас Найти два диска От компа Тут очень крутая Головоломка С компом Там нужно короче Чекать документы Радиостанции Так вот Берем обязательно Растворитель Он сразу С помощью глича Короче ломает коридор Потому что здесь Ебаки спавнятся Он короче Пропускает тем самым Триггер Ебаки Смотрите Усиленные То есть это уже Не просто медсестры Так Наконец таки Он подбирает оружие Это оружие Нужно для драки С боссом Финальным Так Юзайт Короче первый Диск И он сразу Смотрите Головоломки Ребят Короче Две антенны Две антенны Нужно поставить На циферку 43 Вот Вбиваем 43 И выбираем Сорока Или в английской Версии Мэчпи Вот В русской версии Сорока По запискам Там можно понять Как решается Головоломка Но подумать надо Но такое решение Вот Теперь вот здесь Вот юзаем Растворитель Нам нужно Сейчас найти Шесть карт Шесть карт Таро Да Тут точно Такие же Карты Таро Наподобие Как в третьем Саленхиле В нужном порядке Их потом нужно Расставлять Там это нужно Досье читать Как раз Того же Самого компьютера Эта же Головоломка Отсылает И к первому Саленхилу Когда мы В комнате Олеса Находимся Чтобы Открыть Последнюю дверь Перед дракой С богом Да Вот Вот эта локация Очень крутая Неоновая Неоновый холодильник Блин Круто Я понимаю Что немцы Иногда ебанют Но не ебанут Японцев Немцы Такие же Так сказать Припиздутые Так же как Японцы Так забираем Вторую карту Здесь у нас На столе Так и забираем Патроны Патроны На пистолет Нужно забрать Так Это самый Противный Коридор в игре Здесь просто Заспавнили Все Самые Сильные Мобы Самые Вот эти Вот пизда Противные Которые На экран Сакую херню Спавнят То есть Все 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 Так У нас Кстати Здесь еще Бочонок с краской Мы потом ее Заюзаем Тут ее У нас Ксерокс Будет Там надо будет Заюзать Так поднимаемся Пожалуйста Опять ебаки С трясущимися башками Быстренько пробегаем Так Решаем быстренько Головоломку от сейва Я тоже Что-то на ней Где-то на полчаса Залип Хотя Очень простое решение Вот И здесь еще одна карта Оооо Ооо А вот Все Он пытался скип Видите Скип у него не с первого раза Получился То есть смотрите Как вот Этот скип В определенных комнатах Делается по разному То есть он Смотрите Он В нужный таймик Нажимает Использовать И нужно в последний момент Открыть инвентарь И чтобы у тебя Вот как раз на экранчике Появилось Вот Yes No Когда он заходит В следующую локу Нажимает Yes Вот И видите Сколько тут мобов И все-таки Задело его Последние Четыре ебаки Задожить их тут И не сдохнуть Крайне сложно Даже мы играем На легком уровне сложности Все равно Блять Пиздок получить просто Так Смотрите Как открыть эту шкатулку Ребят Помните Мы на компьютере Как раз Вот эту антенку На циферку 43 Поставили И кнопочку Нажали на сороку И как раз Мы потом Поставили Нужную радиостанцию С частотой 125 Проигрываем нужную музыку С сорокой Вот это как раз Вот с этой Блять Я долго ебался С этой головоломкой Я вам отвечаю Это наверное Одна из самых сложных Головоломок в игре Вот с этой блять Шкатулкой С сорокой Блять Я тут прям реально Застрял Но я ее сам решил Я понял что Тут как то нужно Как раз Частоты правильно Выставить Вот с этим капом Но я все таки смог Вот И забираем очередной ключ И очередную как раз Карточку Это уже четвертая карта Осталось две карты Вот Но Головоломки Сделаны просто Вот Муа Я давно Такое удовольствие Не получал От решений Головоломок Реально Прикол в том Они Они в меру Сложные Но они все Решаемые Додуматься Можно Да Ну не знаю Чувак блять С IQ Шимпанзе Блять 60 Конечно Не додумается Но человек Прохаванный Который играет В клочистике Сурвайл хорроры Точно додумается Без какой-либо помощи Пиздец Он тычек получает У него кровотечение Ему надо хилить Ему надо спрей Узать Было сейчас очень больно Так Еще патроны Забирает Так Еще он Забирает Так Это он забрал Как раз Краску Ему надо сейчас Идти В этот Теперь К серксу Вроде как Сейчас Каждые локации Монстры Драться с ними Бесполезно У нас просто Шашек не хватит На все Смотрите Мы на фотографии Найдены Юзаем Короче Краску Юзаем Растворитель Потом Короче Прикладываем На фотографии Штрих-ход Этот штрих-ход Прикладываем К серксу Точнее Не к серксу А к сканеру Сканируем И получаем Нужную карту Капец Да Вот это Головоломка Блять Чтобы ее решить Нужно как минимум Три предмета Еще нужно Допердеть Блять Что нужно Что с чем Заюзать Так Вот здесь Вот я тоже Кстати Немного троил Ну я Минут за 10 Наверное Этот код решил Нужно на компьютере Все досье себе Скачать На свой кпк Чтоб в инвентаре Смотреть Вот И там по досье Короче Там по датам Сопоставить Там Чуваки Которые на Вот этом комплексе Здесь жили Проживали Там по датам рождения И так далее И по какой На какой планете Они там появились И по этой По ихним датам Сопоставляешь код Прикольный Прикольный Головоломка Так Вот Забирает Последнее кольцо Вставляет И решает Головоломку Заходит И босс файт Выставляет Нужные фазы Нужные фазы Открывает Прикол в том Чтобы узнать Эти нужные фазы Нужно выстроить Вот эту Карты Вот смотрите Я вам пропустил Этот момент Где он Так Он забирает Последнюю карту Шестую Вот смотрите Карточки Также Кладутся В нужном порядке Чтобы понять Как они Кладутся В нужном порядке Блять Там тоже Своя головоломка Блять Присутствует Жесткая Так Нет Подожди Я пропустил По моему Момент Или постой Хуй его знает А Или потом Карта юзается Хотя нет Аааа Блять Да ладно Он триггер Не заюзает А так можно Ребят Это скип Короче Смотрите Когда ты Собираешь Шесть карт Тебе Нужно Войти В одну палату Где Нужно Эти шесть карт Положить В нужном порядке Потом Ты зажигаешь Лампочку И тебе Короче Эта лампа Проецирует Нужное Нужную комбинацию Вот построение Вот этих Вот фаз луны Вот этой Вот хуйни Да Вот А оказывается Когда он просто Подбирает шестую карточку То есть нам не нужно Потом идти Их юзать То есть уже Триггер активен То есть мы можем Просто прийти Здесь вот На полу Будет валяться Кольцо Которую не было Изначально И можно сразу же Решить Блять Круто То есть Это очень крутой Скип Пропускаем Огромный Сложный коридор С врагами Не юзаем Карты И просто заходим И сразу же решаем Последнюю Масштабную Головоломку Круто Это реально кайф Блять Это надо запомнить То есть я буду Ее бегать Я научусь Сделать вот этот Скип С инвентарем Он не сложно Делается Там главное В тайминг попасть Так Снова забирает Эту книжку Все И босс файт Ребят По сути остался Грубо говоря Так Сразу же хилится И заходит Драка с боссом Простая Она кстати Драка с боссом Очень сильно Похожа На драку С Уолтером Салевном Реально Там он В эту ебаку Тоже нужно Всаживать копья И так же Восемь копий Ребят Прикиньте Или шесть Или восемь Я точно не помню Ну короче Вот Короче вот Финальный босс Вот эта тянка Которая лежит Нужно По ней Чуть-чуть Пострелять Вот Спамнится копье Берем копье Херачим в бошку Копье По-моему шесть штук Если мне понять Так вот Первый он Ставил Эта ебака Спамнит Очень много Мобов Драться Бесполезно Потому что у нас Патроны Ограничены Так Второе копье Видите Она еще Короче Дура Это спамит Щиты Щиты Пули Непробиваемые Так Взяли Третье копье Так Воткнули Третье копье И Заметьте Мы Короче Летаем По Разным Локациям То есть То есть Этот монстр Вы потом Когда Посмотрите сюжет Вы поймете Что тут вообще Происходит За пиздец Так Вставляет четвертое копье Так Подбирает пятое Да Да Шесть копий Вроде как Предпоследнее Это копье Эх Неудобно Неудобно Здесь Кстати Босс Ведет себя Рандомно Все Эээ Даже пять копий Пять копий всего Ребят Видимо На более Сложном уровне Сложности Там по-моему Шесть Надо Что-то Побольше Надо Вроде как Потому что Я на среднем Проходил Я Шесть Вставлял Да 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 Ну все Бежим Бежим К той тянке Которую мы Все это время Стремились Чтобы выполнить Своё обещание ГГ ребят ГГ Мировой рекорд У нас Это 41 минута И 43 секунды Ребят Лучшее время Лучшее время Так Концовку я вам Показывать не буду Не буду Потому что это Спойлеры Спойлеры Вот Но Играли действительно Божественно Я буду точно Ее не раз Пробегать Вот Я даже Хочу Ее Как-нибудь И подрубать На стримы Именно Поспидранить Вот Пообсуждать Здешний лор Сюжет Потому что Он очень Глубокий Давно Я такого СПГС На удовольствие Не получал Со времен Не знаю Даже Солен Не Соленхилл 4 Соленхилл 2 Тогда уже Ну тоже конечно Его до сих пор Хуесосят В кругу фанатов Там Все время Какие-то теории Новые Придумывают Вот Но прикол в том То что СПГС Вокруг этой игры Настолько Сильно создалось Потому что Также начали Активно задавать Вопросы Разработчикам Разработчики Пошли по стопам Создателей Соленхилла Не раскрывают Всех Харт Додумывайте Сами Как говорится Решайте Сами У всех Свой Финал Вот Вот такой Вот был Разбор Спидрана Посигнались Ребят Надеюсь Вам было Интересно И познавательно Поэтому Еще раз Всем рекомендуем В нее поиграть Она стоит С теми Копейки Вроде как Реально Головолом Очка Нет Это чисто Чисто Классический Сурвайл хоррор В стиле Резидентов И Соленхиллов С камерой В стиле Металгера С небольшим Стелсом В стиле Металгера От монстров Можно стелсить Вот И С тематикой Киберпанка В стиле Призрака В доспехах Вот То есть Тут прям Все самое Культовое Все самое Крутое Намешали И вот Эта вот Квитэссенция Понимаете Разработчики Немцы Они пошли По стопам Тарантино То есть Они все Взяли Все самое Лучшее Допустим Со всех Фильмов Со всех Культовых Игр Соединили И получилось Действительно Хорошо Но Минус Два минуса Для меня Вот Это Слишком Душный Бэктрекинг Потому что Все таки Они Да Начали Свою игру Ассоциировать С шестеркой То есть Тут очень Много Числа 6 Там 6 слотов В инвентаре 6 печати 6 квестов Каких-то Других Айтемов 6 карт И так далее 666 Понятно Вот Печально Конечно Это усложняет Игру И бэктрекинга До хуя Если хочешь Как-то активно Проходить Там Монстров Убивать И так далее Вот Второй минус Это Вторая локация Да Она безумно Красивая Страшная Пугающая Атмосферная Но она Сюжет Никак не развивает Никак не развивает И Вот такой Подарочек От разработчиков Кому-то Вот меня вначале Так вот Взбесил То что Типа Конец игры Я подумал DLC ждать Что ли Бля Когда ты Вторую главу Проходишь Там тебе Ничего вообще Не записок Нихуя Че ты там Бегал Бродил И так далее Вот И она Кстати Одна из самых Запутанных Потому что Там вот это И кольца И загадки С дверьми Нужные Там Кнопки Жать И Блядь Кучу печати Искать И лабиринты Где ты Дэмэдж Получаешь От колючей Проки Короче И 1500 врагов И боссы Шароебятся И карты Нет То есть Представьте Да Вторая локация У меня жопа Горела Местами Я просто Не понимаю Бля Куда идти Я разобрался Потому что Просто Пришлось Вот везде Два часа Шароебиться Чтобы просто Запомнить локацию Ну По другому Никак Где какой враг Там Где какой Квест Где какая-то Головоломка Загадка И так далее Тогда ты ее Проходишь И потом Такое тебе Типа Ггг Блядь Героин Там руку Отрывает И умирает Типа Блядь Ггг И ты думаешь Блядь Че продолжение Ждать Что ли Это все Вот Ну нет Ну нет Третья глава Прекрасная Отвечает На поставленные Вопросы Большинство Которые Вот именно Тебе дали Разработчики На них ответ Вот Это в принципе Достаточно Дальше Думай сам Вот И Спидран Шикарный Потому что Движок Юнити Мы прекрасно знаем Как тут работают Коллизии Из игры в игру Одни и те же Практически Вот Бакс инвентарем Просто божественный Чтобы целые длинные Коридоры С врагами Доджить Шикарно Шикарно Поэтому Не знаю Оценку Не Просто Очень Хороший Добротный Сурвайл хоррор В стиле Классики Поэтому рекомендую Вот как то так Ладно друзья Буду закругляться Хочу сказать Огромное спасибо Кто остался до конца Стрима Спасибо что посмотрели Забавный мой мод С Димитреской Побегали там Поугарали Поорали Ну и Разбор спидранчика Я отдельно Его вырежу И выложу На канал Чтобы люди Ознакомились Потому что Еще в интернетах Никто Разбор сигналиса Не делал Вот как то так Давайте Ребят Удачи и пока Пока Продолжение следует Продолжение следует